Девушки отдыхают Да, квартиру. Звезда уверенно занимает пятое место, а Кубань с тремя очками на шестом. Ну и принципиальное противостояние Звезды и Кубани. Очень часто в плей-офф эти команды встречались. Как всегда с вами на матчах Звезды дуэт комментаторов Юрий Демчук и Елена Пахомова. Елена, приветствую! Юра, привет! Принципиальный матч у нас был на прошлой неделе с Астраханочкой. Мы могли бы оторваться вперед на два очка. Но немножечко нам не повезло. Сегодня Звезда в полном составе. У Кубани не хватает Савинова и Голец. Игроки приболели, как в принципе и везде. Многие сейчас. Да, их... Музыка. 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 Но я думаю, можно все-таки списать на то, что многих игроков до основного состава не было. Но, тем не менее, борьба шла до последних секунд, и, к сожалению, звезда упустила победу. Ну, а Кубань всего лишь одну победу одержала в этом сезоне и сыграла один раз в ничью, и занимает шестое место. А параллельно с нашим матчем будет проходить матч Ростов-Дон-ЦСКА. Интересный матч, да. Очень интересный матч. ЦСКА 25 января подала запрос на перенос этого матча, так как три игрока Ростова-Дона... Ростов подал. Да, подал. Ты сказала ЦСКА. Да, Ростов подал, потому что в Ростове три игрока с положительными тестами, но ЦСКА отклонил, и Ростов решил сделать ход конем. И против ЦСКА сегодня будет играть ростовский Дубль. Да. Ну, если верить еще сообщениям Ростова, там сегодня были выявлены еще тесты положительные еще у нескольких игроков. И по их версии, по их мнению, нельзя было играть основным составом. Но, тем не менее, Федерация навстречу не пошла, ЦСКА навстречу не пошел. И сегодня, да, вот такая вот интересная игра нам предстоит. Сильнейший состав ЦСКА и Дубль Ростова. Ну, для Дубля тоже... Практика. Практика, да, проверка, экзамен такой очень даже неплохой. Ну что, команды у нас появляются на площадке. Звезда в бело-синей форме, традиционные цвета звезды, желто-зеленая форма у Кубани. И, судя по всему, Кубань начнет с центра площадки. Арбитров мы еще не представили. Это Антон Анташев и Денис Мусатов. Ну, и технический делегат Юрий Литвинов. Что-то Тарасикова давно у вас не было. Судейская пара из Тольятти. И напомню, что Антон Анташев является еще и директором гонбольного клуба «Лада». Конфликт интересов. Да. Вот. А делегат матча Юрий Литвинов из города Саратов. Да. Юр, ну, пока есть такая возможность. Сколько у нас до начала матча еще? Три минуты? И что-то как-то все раньше протокольная часть закончилась. Я думаю, что сейчас игроки начинают двигаться. Да, и боятся остыть. Ну, тут даже, в принципе, и видны шестерки, которые выйдут на площадку. Но, я думаю, будем все равно уже знакомиться, когда непосредственно начнется игра. Ну, и главных тренеров давайте тоже представим. Алексей Гумянов. Традиционно главный тренер звезды. Ну, и сразу два тренера в Кубани. Нет главного тренера. Есть два тренера. Это Никита Голуб и Евгений Кашкаров. Главного нет. Ни на сайте ФГР, ни на сайте Кубани. Просто тренер и все. А, вот так вот? Ну, и тренер батареи. Ну, это как в анекдоте, когда президент подарил вице-президенту Бентли весь золотой в бриллиантах. И, а тот садится в машину, а руля нет. Он говорит, а рулить буду я. Ну, и поэтому у нас тоже здесь так же, как, наверное, Евгений Васильевич Трепин. А рулить буду я. Да, действительно, главного тренера, ну, если верить официальным заявкам, в Кубани нет. Ну, посмотрим, как дуэт тренеров выступит сегодня со своей командой, с Кубанью. Ну, и так, сколько у нас остается? Минута еще чуть меньше. Арбитры уже выходят на площадку. Сейчас будет дан сигнал к началу матча. Кубань в атаке, да. Юра, вот извиняюсь, мне от пресс-службы Кубани пришло сообщение. Так что... Голубь главный. Да, Голубь главный. Оба в должности тренера, но рулит Голубь. Спасибо Николаю Буянову за информацию. Коля, привет. Нет, ну, хорошо. Да, давайте считать Никиту Голубя главным. Но тогда надо и в протоколах изменить, и на сайте Кубани, и на сайте Федерации Ганбола. Мы опирались на официальные источники. Итак, Кубань в атаке. Итак, смотрим. Тоже у нас тут Бобина на правом полусреднем. Галец в центре. Гафонова в линии. 40-й номер Анастасия Шавман на левом полусреднем. 44-й. Нет, 94-й. Панасовская на краю, на левом. Ну, а седьмой Диана Голубь на правом краю. Потеря у Кубани. И Никитина делает на Егорову пас. И Егорова не попадает в ворота. И еще исправлю свою ошибку по-быстренькому. Я сказала, что нет Яны Савиновой и Голец. А, нет, Савиновой нет и нет Сапкала. А Голец на месте. Вновь отрыв. Ах, не получается. Отрыв у нас у Марианы Егоровой. Толчок в исполнении Анастасии Шавмана. Желтую карточку. Первая желтая карточка. Уже на второй минуте встречи. Ну, Шавман так напряглась. Подумала, две минуты сейчас будет. Кстати, Анастасия Шавмана выступала за звезду на правах аренды. И потом перешла в Кубань. Представлю состав звезды слева направо. На левом краю Мариана Егорова. На левом полусреднем Наталья Никитина, которая сейчас поменялась с центральным игроком Надеждой Осиповой. Правой полусредней у нас Ксения Дьяченко. В основе на правом крае вышла Алина Трябчук. В линии Ирина Антонова. На воротах у нас Екатерина Кирикиас. Первый гол Алины Трябчук. Хочу напомнить, что Алина блестяще провела матч со Страханочкой. Какие мячи у нее красивые и сильные влетали в ворота. И вот она открывает счет 1-0. Вдохновило ее интервью, предматчивая. И начинает голы звезды она в этом матче. Ну и напомним, что Егорова продлила контракт со звездой. Да, до 25-го года. Да, долгосрочный контракт. Обычно в гонболе все-таки 1 плюс 1. Там вот такие контракты на 2 года, а тут сразу на 4. Это звезда, детка. Конечно. Это семья. Да? Отсюда просто так не уйдешь. Итак, Галец в розыгрыше. Шавман и Бобина. Это снова задняя линия. Ну, плохой бросок. Шавман, наверное, где-то даже не подготовленный. Кирикиас от меня сейчас дрожает. То есть по 8-мячам. Яченко 2-0. Ух как! Просто, просто на тракторе туда влетела. Пыталась Диану Голу прорваться сквозь защиту звезды, но там аж 3 игрока. Да, успели вернуться. Успели, да, помочь друг другу. На площадке появляется капитан команды Виктория Жилинская. Это олимпийская чемпионка для тех, кто не знает. Да, с хорошим броском, с хорошим видением площадки. Галец. Галец. Бобина. Возвращает Галец мяч. Жилинская это может бросить. Нет, Бобина. Снова Галец. Ух ты, под ближнюю штангу. Здорово. Чистый гол Екатерина Кирикиаса. Не удалось нам разыграть быстрый центр. Не зафиксировали мяч на центре площадки. У меня такое впечатление, что вот ввод мяча в игру стали гораздо строже судить под последние два сезона. Присматриваются. Да, да, да. Что на чемпионатах мира и Европы, что вот у нас. Ну, ты знаешь, когда я играла, то же самое было. Да. Значит, я не обращал внимания. Потому что подопечный Евгения Трифилова, но сейчас уже не только. Евгений Трифилова любитель играть быстрый центр. И всегда судьи обращают на это внимание, чтобы команда раньше времени не пересекала центр после забитого гола. И Марьяна Егорова исправляет свою предыдущую ошибку. 3-1. Ну, неплохо команды начали. Быстрый гонбол. За 4 минуты. Неплохой голевой темп. Ну, прежде всего, у «Звезды» голевой темп хороший. Голец. Бобина. Снова. О, какая скидка от «Голец» на Гафонову. Та здорово открывается. Хорошая комбинация к «Кубани». Ну, и позиционная атака «Звезды» у «Сипова» в центре. А Марья Гафонова, она не так давно выступала за «Астраханочку». Правильно? По-моему, это... Да, давай посмотрим. У нас же есть интернет. Продолжение на лучший игрок номером 20, членская территория «Кубани». Продолжается атака «Звезды». Осипова, Никитина. Два года назад она выступала за «Астраханочку». Да, за «Астраханочку». А еще раньше за «Ладу». Но хочу отметить, что Гафонова, она всегда как бы стабильный игрок. Да, и очень жесткий. Да, нет такого, что сегодня могу, завтра не могу. Бобина не вылавливает этот мяч. Есть шанс на Тряпчук. Отличный пас. Нет. По задумке, да, хороший. Чуть-чуть бы Алине Тряпчук быть выше ростом. Да, да, да. Ну или на два шага впереди быть. По задумке хорошая диагональ от Никитина. И хорошо она увидела подключение от Тряпчук. Но немного не получилось сделать точную передачу. И у Кубани шанс до минимума сократить отставание в счете. Жилинская, это сейчас по центру. Меняются с Голец. Голец. И здорово Антонова смахивает передачу на Гафонову. Но все равно успевает Кубань вернуться. Нет, не успевает. Да, в игрока успевает. В основном вся команда вернулась. Просто можно было бы на спинах забить, если бы Надежда Осипова чуть-чуть раньше отдала на Ирину Антонову. Голец. Ух, какая скидка в линию. А там Диана Голл правый крайний входит в зону. Входит в линию и забивает третий мяч. 4-3 до минимума сокращает отставание в счете. 7 минут у нас позади. Ну и звезда неспешно начинает свою атаку. Никитина, Осипова. Диченко на Осипова. Никитина разбегается. Осипова дальше в край. Тряпчук неудобно атаковать. Осипова. О, какая скидка на Диченко. В упор расстреливала Диченко вратаря. И забить не получилось. Да, в воротах Ирина Михаилюта. Бобина. Какой заслон в исполнении Марии Гафоновой. Да. Ты просто видел сейчас? Просто чисто, чисто сыграно. И как Бобина это увидела. И отличная прорезка. 4-4 сравняла Кубан счет. Ну вот, получилась скоростная атака у Кубани. Звезда. Перетянула, мне кажется. Ой. Ну, смотри, забивает. Но там был бы Семерик, мне кажется. Если бы не забила. Ну, молодец. Тряпчук. Очень острый угол был. И снова не по правилам вводят мяч. Краснодарские гонболистки. Но идут в эту атаку. И сейчас обратил внимание. А Бобина тяжело дышит. Хотя отбегали 8 минут всего. Голуб. Голец. Жилинскайте. Голец. Ой, да, Егорова. Диченко сейчас вышла на Жилинскайте. Та ничего не смогла делать. Тряпчук есть. Нет, сама Никитина. Ну, красиво было, конечно. Расступились игроки Кубани перед Никитиной. Ну, увидел, что есть возможность бросать. И, в принципе, наверное, находясь на площадке, можно сказать, что сделала все правильно. Но попала в штамбу. Голец. И зарабатывает 7 метров. И еще желтая карточка для Арсения Диченко. Пока без удалений. Пока только желтые карточки. Тор. Краснодарской Кубани. На 7-метровой отметке. Сейчас с молотком. Я думаю, как даст. С переводом вниз. Виктория Жилинскайте сравнивает счет. 5-5. Никитина Осипова. Сама лезет к 6-ти метрам. Прорезает там между Гафоновой и Бобиной. Но нарушает против нее правила. 9 метров. Диченко Осипова. И вратарь Михаилюта спасает ворота Кубани здесь. В ноги мяч попал Наталье Никитиной. Хотя хорошая. Она могла перехватить этот мяч. Да, да, да. Вновь Анастасия Шавман на левом полусреднем. И как раз Жилинскайте там объясняют на будущей атаке, что нужно и как делать. Шавман. Как перекладина. 6-5. Кубань выходит вперед. Но звезде надо отрываться, чтобы не получилось, как с Астраханем. Ну да. Неплохо звезда начала, но вот Кубань уже и вышла вперед. Осипова. Очень техничный бросок над вратарем. Мягко очень кистью. Бобина. Кирикиас. Второй сейф. Екатерина Кирикиас. В этом матче. Немножко потерялся Антон Анташев. Сейчас интересно было за ним наблюдать. Не понял он куда, что, от чего и как показывать. Так, и выходит левша Анна Николаева у звезды на место правого полусреднего. Вот она с мячом на Осипову. И тут же Гафонова вяжет Осипову. Антонова быстро с Осиповой разыграла свободный. Никитина. Никитина. Плохая передача и потеря. Нет. Ноги были, считают арбитры. Мяч возвращается звезде. И очень быстро разыгрывают. Пока Кубань обсуждала момент, звезда очень быстро разыграла. И Марьяна Егорова забивает седьмой мяч в ворота Краснодара. Да, снова звезда впереди. Семь-шесть. Ну и что Кубань. Пока по задней линии мяч ходит. Голец. Бобина. Какой у нее размах, да? Прям плест. Хороший мяч. В дальний угол, нижний. Виолетта Голец. У нас замены. Вместо Ирины Антонова выходит Елизавета Сабина, которая отсутствовала в прошлом матче. И в центр у нас выходит капитан команды Анастасия Цирковнюк. И Анна Николаева у нас на правом полусреднем появляется вдруг. Никитина подключает Егорову Цирковнюк. Никитина скидка в линию, но перехватывает эту передачу Жилинской темп. И выводит она Трухину один на один. И снова Кубань впереди. Качели? Да. Но, тем не менее, обе команды не сбавляют темп. У нас замена в артаре Серафима Тиханова. И 7 метров на индивидуальных своих действиях зарабатывает Наталья Никитина. Еще очень важно, чтобы Наташа забила, потому что никак не получалась у нее игра в прошлом матче. И с 10-1 смогла только Наталья забить. Анна Николаева поражает ворота Михаилюты. Гол Никитина засчитан не был, я так предполагаю, приземление было. Снова ничья. Бобина. Голец. Шавман. Это Бобина. Голец набегает. Шавман дальше до края. И Панасовская забивает девятый мяч. Молодая девочка вместо Яны Савиновой, которая, как я говорила, уже приболела. Плохая передача на Триопчук. Но она пыталась сделать вертушку, но и там ей помешали. Выдвигается Гафонова высоко. Отгоняет центрального. Никитина. Ох, плохой пас. Но там был толчок. Как Никитина завелась. Павел Сукасян получает желтый карточек. Но это нормально. Для его харизмы и характера это вообще практически ничего. Церковнюк, мне кажется, сама могла выходить на бросок. Сама могла и пас низковат. В ноги защитнику она попадает. Отличная передача. И гол от Алины Триопчук. По-моему, третий мяч уже забивает Алина. Да, три из трех у Алины Триопчук. Хороший показатель. К середине первого тайма. Треть голов звезды у одного человека. 6-0 обороняется звезда. Ну, пошла комбинация у Кубани. Блок. Нет, нога была у Шавман. Поэтому мяч остается у звезды. Отстояли в защите. Ах, на линию можно было. Не смогли, да, не раскидать это все. Раньше открылась Елизавета Сабина, но Наталья Никитина поздновато. Какие хорошие передачи проходят. Что в линию, что в край. Но вот забить не получается. А здесь Шавман. Две минуты и семиметровый. И снова идет Анна Николаева на бросок. Первый, семиметровый, она забила. И второй забьет, наверное. 9-9. Это потому, что я усомнилась. Да, Михаилюта уверенно отражает этот бросок ногой. Очень красиво. Голубь. 9 метров. Взбивают голубь. Тряпчук на 9-метровой линии. Голец. Продолжается атака Кубани. Голец с мячом. Пас на Жилицкайте. Жилицкайте на голец. О, какой бросок. Неудобненький. Да. И Серафима не увидел этот мяч. Да, именно не увидела. Плюс еще перемещалась. Да что ж такое-то сегодня. Не везет. Лизавета Сабина с выгоднейшей позиции попадает в штангу. Две штанги. Не удается нам сравнять счет в этой атаке. И вновь Кубань нападает. Кубань еще и на плюс 2 может устроиться. Выходит высоко Алина Тряпчук на Жилицкайте. Но это так и надо, потому что Вика, мы помним игру этой гонболистки, она из центра может забить. Что она и демонстрировала. В Тольятти на Кубке ЕГЭФ. Убежали все за входящий голубь и был хороший разрыв. Пробежка у... А, нет, нет, нет. Задержал линейный, да? Да, неправильный там заслон. За руку задержал. А Никитина, мне кажется, опоздала с передачей на Сабину. Там Сабина очень долго находилась одна. 11-9 Кубань впереди. Ну, наверное, уже и тайм-аут пора брать. Ну, это Жилинская-то. На нее, если не выйти... И вот у нас первый тайм-аут. И я хочу сказать, пока у нас вартари сегодня не тянут. Да, не тянут. Чистый гол Серафима Тихановой. Ближний угол. Еще она там стояла. Между рук мяч проскочил. Один сейв у Кирикес. У Тихановой ноль. У Михаилю-то тоже немного сейвов. Но, тем не менее... Но сейва 3-4 точно. Три есть, да. То есть, просто стяжка от края начинается. Отцентровать обратное движение. Где-то нашу руководительного игрокам. То есть, давай, защитник делает движение за неделю. Вот обратная передача. Вот на это не попадитесь. Поехали. Плюс 3 у Кубани. Да. Такое мы уже видели не раз в исполнении звезды. Да, да, да. На площадке у нас появилась после таймаута Снежана Вертушкова на левом полусреднем. Виктория Климанцева на левом краю. В линии Ирина Антонова на правом полусреднем Надежда Осипова. В воротах Екатерина Кирикиас. И единственный правый край без изменений. Да. И центральный. Церковнюк Осипова. Вертушкова возвращает Церковнюк. И Гафонова. Ну, конечно, как она встречает. Вовремя выходит. Подвижная гонбалистка. В защите очень здорово ногами работает. Осипова. Тряпчук. Церковнюк. Вертушкова. Не пускают ее на бросок. И передачу не может сделать. Сейчас уже и руки, наверное, арбитры поднимут. Осипова. Ух, какой сложный бросок. И штанга. И снова штанга. Да, выручает Кубань. Ну, и Бобина не спешит в эту атаку. На паузе нужно смениться. Выходят атакующие игроки. А точнее, Голец появляется в розыгрыше. Бобина и Жюнская это остается. Так же, как и Голубь Гафонова. Так, и на левом краю не вижу номер. Ну, и ладно. Бобина отважно на двух игроков идет. Но там и цепкая Виктория Климанцева сыграла. Не пустила Бобину. Жюнская это в центре. Скрест. Нет, не с крест, а гол. И уже плюс четыре. Запахло жареным. Да. Крепчук, Осипова, Церковнюк. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И снова потеря. На Антонову не получился. И минус два игрока у нас. Да, Антонова пыталась там... Разрулить ситуацию. Разрулить, да. И с опозданием вернулась. Но и Кубань тоже не смогла воспользовать численным перевесом. 13-9 за 10 минут. За 9 с половиной минут до конца. Первого тайма. Да. Кубань, проигрывая в самом начале матча, первый тайм вырулила в свою пользу. И Жюнская это мажет. Ну и можно на спинах попробовать. Бобина на Антонову. Она успевает делать передачу на Осипову. А там Михаилюта отражает бросок. Вроде тростиночка, тростиночка. Да. И все равно находим мы места, куда надо попасть. Где еще у нее нет синяка. Ну да, Осипова попала в темп вратарю. Михаилюта здорово сыграла. Нет, даже не в темп, в опорную ногу. По-моему. Не, в опорную ногу она попала, да. Дьяченко у нас справа, в центре. Ух ты! Виктория Климанцева. Ближний угол. Очень сложный бросок. Сокращаем мы немного отрыв до трех мячей. Ну и в принципе Кубань никуда не торопится. Девять минут до конца первого тайма. Антонова на краю обороняется. Интересно. Чтобы отдохнуть, мне кажется. Ну, может быть. Шавман. Не попадает она в ворота. Кирикиес отражает этот мяч. На спинах атакует Звенигород. И Вертужкова зарабатывает 7 метров. Я думаю, там и две минуты будет. Да, Гафонова. Жестковато чуть-чуть. Не успевала Гафонова подставиться. И уже, ну, и была в движении, естественно. Ну, и достаточно жесткая. Виктория Климанцева у нас на 7-метровой отметке. Не буду я смотреть. Забивает гол Вика. И тайм-аут уже Никита Голуб берет. Никита Голуб. Продолжение следует. Завершается потихоньку тайм-аут, еще 10 секунд, уже прозвучала 10-секундная сирена. Итак, Кубань после тайм-аута в атаке. Поменялись игроки. Анна Богдашева на правом полусреднем в линии 18-й номер София Пензева, Шавман и на краю 87-й номер Виолетта Голец. Странно. Ну, еще и меньше. Я думаю, что Голец будет по входу работать или по скресту, как сейчас. Красотка. Да. И снова. О, быстрый центр. Росипова. Странное решение Кубани сделать массовую замену, когда звезда атакует. Ну, бывает. И такое. 14-12. Ну, да. Сейчас без номинального линейного атакует звезда. Значит, скорее всего, кто-то должен с краю смещаться. Почему звезда? Кубань? Ой, звезда. Кубань, прошу прощения. Конечно. Пензева, Багдашева. Вяжет ее Дьяченко. Продолжается атака в меньшинстве. Не снимают, кстати, вратаря. Наверное, влияние, да, Евгения Васильевича? Скорее всего. Олдскул. Редкие сейчас команды, которые не снимают вратаря при игре в меньшинстве. Атаку судей подняли. Ну, ух ты, ух ты, ух ты. Играет звезда. Есть шанс до минимума сократить расставание в счете. Дьяченко сама. Ух ты. Ого. Я, знаешь, мне кажется, у меня больше слов нет. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, и все же на грани, да, в игрока все на грани, но вовремя, вовремя сделали передачи на Тряпчук. И в дальний угол Тряпчук забивает. Алина забивает тринадцатый мяч. До минимума сокращает отставание. Мария Гафонова вновь появляется в линии. По-моему, все, да, в полном составе. Да, да, Гафонова отбыла наказание и, естественно, выходит в линию. Голец и Бобина вернулась на правый полустредний. Голец сама бросает перекладина. И подбор за Осипова. И здорово она убегает и сравнивает счет. Отличный отрезок провела звезда. Полностью реализовались в большинстве. Ну и сейчас Осипова, конечно, хорошо поборолась. В принципе, там непросто ей было этот подбор сделать. Борьбу навязывали краснодарские гонболистки. Екатерина Дроздова. В розыгрыше появляется у Кубани. Первое ее появление в сегодняшнем матче. Посмотрим, как с ней атаки будут. Пензева входит в линию. Бобина делает ей заслон. Один второй. И под второй заслон она прекрасно забивает. Я не понимаю, почему нет выхода. Выхода нет. Игрок не такого уж высокого роста, да? Ну да. И из-под игрока умудряется шапками закидать нос. Ну, я думаю, Алексей Гумянов объяснит. Все в перерыве. Пять минут еще в первом тайме играть. Кубань вновь впереди, но всего на один мяч. Сколько мячей было? Пять? Проигрывала звезда? Да. А вот четыре. Четыре. Вертушкова, Климанцева. Здорово. Под ноги вратарю. И снова у нас ничья. Успевает звезда вернуться в оборону, поэтому позиционная атака Бобина. И вновь. Ну, тут коридор такой перед ней, как не бросить. Была возможность. Никак в защите мы не можем справиться. Пропускаем уже 16 мячей. Многовато для еще незаконченного первого тайма. Ну да, тут под 20 мячей могут команды забить. Осипова оставлять мяч Вертушковой. Сложно, сложно. Гафонова тут навязывает борьбу. И Вертушкова. Ну, и Вертушкова не такая резкая и быстрая. Ей надо сначала посмотреть, оценить. Измерить, войдет ли она туда. Вертушкова, руки подняты у арбитров. Плохая передача. Антонова на Осипову. И как здорово. Почему? Площадь ворот заняла Осипова, да? По инерции бежала в зону. Ну, красиво разыграли. Такой получился скрест на краю. Тряпчук хорошо вышли на бросок. Жаль, комбинация не завершилась засчитанным мячом, но получилось все очень красиво. Шавман теперь в розыгрыш. Поменялись они с Дроздовой местами. Дроздова набирает скорость. Немножко тормозит. Шавман, Бобина в край. Голубь. Плюс два за три минуты до конца первого тайма. Кубань ведет. И успевают они вернуться. На линию, да, наступает Ирина Антонова. А было все очень даже замечательно. Бобина. Длинный пас на край. Ух, какой бросочек резкий. Ну, снова Антонова не успевает вернуться в оборону. Ну, по сути, в пятером оборонялись сейчас хозяйки площадки. Да, и вновь плюс три. Только вот догнали Кубань. Она снова ведет плюс три. И две минуты чуть больше еще в первом тайме играть. И снова штанга. Четвертая, если не ошибаюсь. А что у нас по потере? Мне кажется, вообще идеально все у звезды. 7-6. А, да? В пользу звезды. А, да? Я думала, что-то где-то я просмотрела. Но бывало и больше. Я помню один из матчей 19-14. По-моему, как раз с Кубань. Да, с Кубань. Дроздова снова она по центру. Оставляет мяч Шавман. Бензева. 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 Бобина. Сама-сама пойдет. Поверила она в себя. Несколько хороших мячей забила. Ну и чувствует, что никто не выходит. Подняты руки арбитров. Подняты руки арбитров. Дроздова. Сложный мяч для Кирикиз. Под ноги и бросает с отскоком от пола. И плюс 4 у Кубани. Давно звезда уже не забивала. Был забит. Был забит у Простова. 66 команд на Кубань. Наверное, около 4-5 минут звезда не забивает. Яченко. Ах, иди! Я тебе же говорю, пока она посмотрит. Пока оценит. Ну, там был толчок. Удаляется на 2 минуты. Гафонова. Гафонова. И второй тайм Кубань начнет в меньшинстве. А у Гафоновой второе удаление. Да, да, да. Ну, это в порядке вещей для Гафоновой. Осипова на Вертушкову. Ну, есть численное преимущество. Яченко встречает ее. Бензева жестко. 9 метров. 30 секунд. До конца первого тайма. И Осипова не забивает. Ну, что такое? Сами себе усложняем задачу. Да. Плюс 4 у Кубани. За 15 секунд до перерыва. 5-1 выстраивается. В защите. Хозяйки площадки. Шавман. Ну, что ж такое? Все идет. Хороший перевод. И 20. 15. И сирена звучит. Кубань уходит на перерыв. С разницей в 5 мячей. Ну, что. Давайте ждать второй тайм. Звезда уже сегодня отыгрывала 4 мяча. Посмотрим, по силам ли отыграть 5. Давайте отдыхать. Давайте ждать. И сами. Звезда. Давайте ждать. И, 그래요. Субтитры делал DimaTorzok Второго тайма в матче Звезда против Кубани и Кубань после первых 30 минут выигрывает со счетом 20-15, хотя весь первый тайм, точнее не весь, но качельный такой ганбол был, Звезда поначалу захватила преимущество, потом Кубань не только отыгралась, но убежала на 4 мяча, Звезда догнала Кубань, ну и теперь Кубань снова повела в счете. Но Звезда начинает в атаке второй тайм и есть шанс сократить отставание в счете. Надеюсь с вратарями провели беседу, что-то они скупые сегодня на сейвы. Да, всего один сейв у Екатерины Кирякис, а Серафима Тиханова вообще за мяч не зацепилась, а вот у Кубани Ирина Михайлюта 5 сейвов, 25% отраженных бросков. Звезда в атаке и Ксения Диченко забивает 16-й мяч и на 2 минуты вновь отправляется Анастасия Шавман. Это ее, по-моему, второе удаление. Да, уже было у нее удаление. Два удаления и желтая карточка, да, у нее? Да. На первой минуте у нее была желтая, потом два удаления. Представь, Кубань. Кубань голит с мячом Бобина на правом краю голубь, не успевая Кубань представить, потому что Звезда перехватывает мяч. Осипова. И всего лишь 9 метров? Всего лишь 9 метров, да, Бобина, конечно, здесь прихватила. Так, Осипова лежит, небольшое повреждение. Осипова возвращается, что вышел доктор. Сильно приложили, мне кажется, видишь, за ухо держится. Ну вот, да, видим, какое единоборство. Смотри, да, очень жестковато как-то получилось. Ксения Трухина выходит в защиту. Желтую карточку получает наш доктор, потому что не было вызова, да. Он у нас так медленный, а еще и желтую. О, Кубань в меньшинстве. Циркавнюк, Антонова. Егорова. Никитина возвращает Егорова. И снова здорово Егорова под ноги Михайлюте. Но Михайлюта заранее показала, куда надо бросать, заранее подняла на ногу. И там даже, да, вот Никитина с Егоровой на коротком отрезке разыграли вообще этот мяч. Да, да, да. Друг другу попередавали мяч пару раз. И до трех мячей сокращает в течение минуты. Второй тайм. Звезда начинает защиту. 5-1. Марьяна Егорова впереди. И ее задача не дать пройти по центру. И исключить все дальние броски по центру. Появляется Жилинская. Это вот она с мячом. Бобина. О, какая передача на голубь. С правой руки. С правого края. И так мягко, да, положила. И так мягко, да. Переигрывает она Серафиму Тиханову. Хороший гол. Забивает голубь. И звезда в атаке. По-прежнему Кубань еще в меньшинстве. Сырковнюк у нас в центре. По полусредним Никитина и Дьяченко. По краям Егорова Тряпчук. В линии Антонова в воротах Тиханова. Цырковнюк. Дьяченко дальше в край. Тряпчук. Атаковать неудобно. Не пошла, да. Засомневалась Алина. Никитина на Егорову. Никитина. Хороший перевод на Тряпчук. В дальний угол. Алина Тряпчук. И очень опасно. Пензева подставляла ногу. Если бы она дотронулась, это конец. Две минуты фенальти. Там уже и красная даже могла быть. Все зависит от падения Алины и от ее актерских данных. И от крика «Ай». Жилинская-то встречает. Голубь. Бобина. В полном составе уже. Кубань. Но перехват должен быть. Подбор за кем. Наш мяч. Играй, играй, играй. А никто не поддерживает. Никто поддерживает Никитину. Та не торопится. Дьяченко, Никитина, Цырковнюк. Расставляется в позиционную атаку. Бомбалистские звезды. Дьяченко, Тряпчук. Не там и не там. Не туда и не туда. Шлагбаум перед ней поставила Пензева. Цырковнюк. Сама пойдет. И временно атака обнуляется. Не посмотрела. Не посмотрела Цырковнюк на вратаря. Попала в ритм. Никитина. Ей надо забить с игры. Почувствовать все-таки голевой вкус. Цырковнюк. Никитина. Егорова. Егорова входит. И Пензева. Как быстро. Как электричка. Как быстро убежала. Вновь плюс 4. Что-то каламбур какой-то случился. Да, да, да. Возвезды в нападении. Куча мала. Осипова появляется на площадке. Значит, все нормально. Осипова в центр. Вместо Цырковнюк. Осипова с мячом. Никитина. Блохая передача. И снова потеря. Трухина убегает. И Серафима Тиханова. Первый сейф. Очень важный. Очень нужный. Бобина. Встречать нет. И Бобина понимает, что не нужно сейчас идти на бросок. Нужно через паузу продолжить атаку. Жилинская, это Голец и Бобина. Задняя линия у Кубани. Трухина. На голубь. Не проходит передача. Отдать некому. Осипова. Ну и не дают ей сделать передачу. Никитина. Ну. И снова не пускают на бросок. Бобина отрабатывает здорово в обороне. Такое впечатление, что не хватает где-то скорости в звезде. Вот при этих переходах. Кубань в оборону успевает вернуться. И успевает завязать игроков задней линии. Никитина. Ну наконец-то. Наконец-то. Отлично остановила атаку Мариана Егорова. С Пензио она зацепилась. И отцепляться совсем не хотела. Ну да. 5-1 перестроились, похоже, на постоянной основе. Гомбалистские звезды в обороне. Ну а здесь... И там никто не сошелся. Никто не помог. Я не понимаю, почему. Видишь, что Егорова не успевает. За спиной остается. И как так допускают? Да, подстраховки не было. И звезда вновь на 4 мяча отрывается. Ой, звезда. Кубань отрывается на 4 мяча. Осипова. Дьяченко. Пензева вяжет Дьяченко. Та делает передачу на Осипову. 9 метров. Разыграли гомбалистские звезды. Тряпчук. И плохие передачи. Много времени нужно на обработку. А здесь, конечно, Дьяченко здорово играет. Уже практически в падении. Бросала по воротам Кубани. И смогла забить. А теперь надо отстоять защите. Да, задача простая. Пару-тройку раз. Да. Четверку-пятерку. Забить на один больше, чем соперник. Жилинской-то. Кто будет ее встречать? Дьяченко ее встречает. Голец. Егорова сейчас ее не пускает никуда. Нет, здесь не было удара в лицо. Голец своей рукой попала себе по лицу. Бей своих, чтобы чужие боялись. Жилинская-то. О, какая передача на Трухину. 7 метров Никитина в зоне уже обходила. Никак, никак не удается нам справиться с Кубани в защите. Каждый мяч доводят они до верного, до конца. И Виктория Жилинская-то против Серафимы Тихановой. Отлично. Здорово. Хотела перебросить. Не, наверное, на силу ей лучше бросать. Хотела перебросить Тиханову. И та уверенно отражает бросок Осипова. Очень важный сейф. Очень, да. Никитина. На Осипову. Никитина, но нет, не пускают. На самых высоких. Там нет даже смысла. Осипова командует комбинацию. Становится в розыгрыш. Дьяченко. Тряпчук подключается. Дьяченко. Никитина. Срывается у нее мяч выше ворот. Хотя могла поделиться на край. Егорова там одна уже была. Хорошая была стяжка. Да, не получается забить. Хотя эпизод был в пользу звезды. Очень хорошая комбинация прошла. И по-прежнему плюс три у Кубани. Потеря. Нет. Успевает голубь. Мяч. Нет, не успевает. За линией. Мяч. Она получает. И на спинах есть возможность протаковать. Тряпчук подбирает мяч. Потому что у Дьяченко его выбили. Ну хорошо, хоть так. Ну да. Смогли сохранить. Осипова. Дьяченко. Никитина. Дьяченко в центре. И уходит. Ну какая передача. Передача была хорошая, но не смогла Антонова вовремя ее прочитать. Да, даже руки не подняла Антонова. Но Антонова сегодня так немножко выпадает из игры. Медленно действует. Много потерь. Ну еще раз попытается. Вертушкова у нас появляется на правом полусреднем. Егорова сама. Никитина подбирает мяч. Егорова по центру сейчас. О, тут завалило голец. Мне кажется, пора брать тайм-аут. Честно говоря. Ну, возможно. Там у столика, конечно, стоит Алексей Гумянов. Да, есть затык. Подняты руки арбитров. Егорова по центру. И снова ее голец останавливает. Мяч прилип. Прилип, да. Осипова не попадает. Она в створ. Попадает в штангу. Вот уже 10 минут второго тайма позади. Счет пока нас не устраивает. Но устраивает Кубань. Интересно. Вот статистику по штангам. Если ввели, пять раз, по-моему, уже попали сегодня в штангу. Минболистские звезды. Шавман появляется на площадке вместо Жилинскайте на левом полустреньем. Голец. Сама. И... Неправильный заслон. Заслон, да. В игрока показывают. Арбитры с жестами. Требчук. И... Требчук. Вертушкова. Очень, очень нужны нам голы. Осипова. Вертушкова. Требчук. Ой, а Требчук продолжает. Бомбить. Бомбить, да. 6 из 6 у нее. Хороший показатель. Голец. Бомбина. Требчук. Ой, Трухина вот куда выходит высоко. Бомбина. Встречать ее нужно. Шавман. И скидка на Трухину. И здесь 9 метров. Хорошо ее из зоны выпихнули. И Трухину, что, ну, она не пролезла дальше. И не было защиты в зоне. Ах. 7 метров. И 2 минуты для Надежды Осиповой. Не успела. Она за Шавман. А Алина Требчук не помогла. И Голубь идет исполнять 7-метровый. Да, на уровне головы. Бросок был такой рискованный. И забивает. Бумань 25-21. Снимает Алексей Гуменов вратаря. 6 полевых. Циркавник, Вертушкова, Никитина задняя линия. Требчук, Егорова по краям. Антонова по-прежнему на позиции линии. Вертушкова, Никитина по центру. Снова выше ворот. Никак не может она прицелиться. Да. Один мяч забила. Не появлялись у нас сегодня еще на площадке дворцевая Герасимова-Мурзалиева. Да. Снова 9 метров. Я думаю, сейчас уже будет понятая рука арбитров. Атака. Никитина набирает скорость. Оставляет мяч Вертушкова. И нет, плохой бросок. Что это такое? Ну нет, здесь Сима. Сразу было видно, что она успевала. Да, и так по волейбольному мяч выбивает. Чтобы наверняка. Да. Чтобы не как у Лимонова. Снова 6 полевых у Звезды. Ждите на. Церковнюк. И снова потеря. Забирает мяч Кубань. И вновь ворота пустые. На этот раз. Виктория Железкайте точна. Плюс 5. Плюс 5. Почти за 15 минут до конца встречи. Ох, как будет тяжело. В полном составе Звезда. Выходит Осипова. И таймаут не берет пока Алексей Гумянов. Антонова. Скидка на Тряпчук. Она вошла в линию. А здесь подталкивали Тряпчук. И 2 минуты для Пензевой. Упустила Пензева Тряпчук. Упустила этот вход. Ничего и не оставалось сделать. Как сопровождать Тряпчук со спины. Осипова. Вертушкова. Тряпчук атаковать неудобно. Она отдает Осипову. И та Никитиной. Опорный бросок Никитиной. Михайлюта отражает. И снова по задней линии. Хотя нас больше. Да. Нужно лишнего разыгрывать. Осипова. И снова Михайлюта. И здесь 7 метров. По руке, говорит. Ударила Жилинская. Никита Голуб уже кричит своим подопечным. Не трогай ее. Они все равно не забивают. Не трогай. Очень уверен он в своем вратаре. Тут же получает какое-то замечание от делегата матча. Климанцева. Игорова вроде. Нет. А, Игорова. Игорова, да. Игорова забивает. 7 метров. 22-26. Кубань впереди. Так, Шавман. Шавман подключает по Носовскую. Голец. Бобина. Бобина много сегодня времени в атаке проводит. Голец. Бобина. Голубь. И тут едва Никитина мяч у нее не крадет. Крадет. Окунится. Ворота. И стоя на коленях Егорова. И как она выдохнула. На перехват Михаилюта выходит. Я считаю, что Егорова менять фамилию срочно. Мариана Борец. Тайм-аут. Кубань берет. Сокращает звезда до трех мячей. А страсти-то накаляются? Да. 15 минут. Чуть меньше еще ее играть. Ну, а параллельный матч. ЦСКА Ростов. Там молодежь Ростова сопротивляется, конечно, как может. И проигрывает 20 мячей. Ого. 33-13. Если бы звезда под руководством Трифилова была бы, у нас была бы задача не пропустить 10 за весь матч. Да, и такие матчи у нас бывают в исполнении лидеров. Ну, а мы возвращаемся на площадку в Звенигород. 26-23 в пользу Кубани. Кубань после тайм-аута в атаке. Голец. Шавман. Шавман встречают. По-прежнему 5-1 обороны звезды. Голец. Шавман на бобину. Мяч, мяч теряет. Да, мяч вроде потеряли, но подбор остается за Кубанью. И здесь перебрасывают Серафиму Тиханову. Кончиками пальцев она дотронулась. Вообще на ровном месте. Да, тут повезло Кубани с этим подбором. Кубань в полном составе. Никитина. Да, был толчок. Задержали Никитину рукой. Да. Дно 9 метров. Хотя, наверное, бывают и более серьезные санкции за такое нарушение. Никитина идет на бросок. Ну нет, ну 7 уж тогда, ну что. Ну 2 минуты для... Я не... Это третье удаление. Третье, да, красная карточка. И... Гафонова, конечно, возмущается. Красная карточка. Да, судейский столик подсказал арбитрам, что 3 удаления было у Гафонова. И она отправляется за пределы площадки. Ну что, есть преимущество численное у Звезды на 2 минуты. И численный. В принципе, удален главный защитник команды. Вот замнуляется игра. Звезда в атаке. Поехали. Никитина. Осипа на Вертушкову. Тряпчук. Нет, Жилинская-то ее на бросок, конечно, не пустит. Никитина. Пас на Егорову. Вроде бы и не получился. Егорова все равно на бросок выходит. Там Михаилюта. Надо было сохранять мяч. Нас больше. Надо играть до верного. Если бы Егорова сохранила мяч и резко бы началась тяжка в обратку, то я думаю, что там огромные были бы разрывы. И готовится к выходу Климанцева. Вместо Егоровой, скорее всего. Но пока Егорова в обороне. Там на острие. 5-1 оборона звезды. По-прежнему Дроздова появляется в розыгрыше у Кубани. Она с мячом. Бобина. Нет, Бобину не пускают. Вяжут на 7 метрах. Атака. А здесь могла Осипова перехватить. Да что ж такое. Все у нее залетает. Правой рукой бросает. Но там проигрывает именно Егорова. И от этого идет стяжка. Ну вот Егорову и заменили. И первый промах Трябчук. 5 мячей. А играть совсем мало. 12 минут. Даже 11 с половиной. Честно говоря, команда с Астрахани и команда с Кубани. Две разных команды. Прибавилось вроде плюс 7. Ну, может быть, все-таки после болезни не восстановились на 100%. А тут игрока нет. Интересно. И вот когда арбитров спрашивают, они всегда находят правильную трактовку. Почему в том эпизоде в игрока, а в том нет. Дроздова. Багдашева. Да, Багдашева. И потеря Егорова. Ну, Никитина убегает в отрыв. Да что ж такое. Это просто невероятно. Шестая штанга в сегодняшнем матче. Две у Егорова и три у Осипова. И еще у кого-то была, по-моему. У Никитиной. А, и у Никитиной, да. И вот 6 штанг. А если бы это голы, пожалуйста, плюс 6. И уже бы счет совсем другой был. Шавман. И Серафима Тиханова. Здорово. Этот мяч. Вылавливает. Никитина. Бертушкова оставляет мяч Никитиной. И появляется Мурзалиева. Осипова. Нет, не пускают ее. Осипова. На Мурзалиеву. И первая атака Мурзалиева. И, к сожалению, Михаилюта вылавливает и этот мяч. Да, ну, Михаилюта во втором тайме разыгралась. По-прежнему у нее 25% всего лишь. Но, тем не менее, очень важные сейвы. У меня такое ощущение, что вообще просто расстреляли. Просто расстреляли. Ну, да. Я думаю, это главный претендент на звание лучшего игрока матча от Кубани. А тут под опорную ногу мяч попадает. Не успевает переложиться Тиханова. Осипова. Ну, на спинах проатакует. Мурзалиева до мяча не добирается. Плюс 6 преимущества Кубани. Такого большого преимущества еще не было. По-моему, 5 мячей. Самое большее. Осипова. Как вот такой злости не хватает звезде, в которой сейчас как Кубань защищается. Да. Сколько было удалений. Сколько всего. Осипова. Ну, Мурзалиева. Ну, вот, наконец-то. Лучший бомбардир звезды забивает свой первый мяч в сегодняшнем матче. Играть еще 8,5 минут. Да, 5 мячей. Ну, по времени можно отыграть. Сделать это будет, конечно, крайне сложно. И снова. И забивает даже Анна Богдашева. Да, и как будто не видела этот бросок. Кирики с опозданием реагировала. И тут же берет тайм-аут Алексей Гумянов. Время играет. Спасибо за просмотр. Глава 93. Кириклама make the world. Прямо 25. Ну, ты бегок, паум-паум-паум-паум-поум-проум-поум-поум-поум-поум-поум-поум-поум-поум-поум-поум-поумпоум-поум. Подбегай. Прямо 25. Ну, как мне 3-4, а 3-4, а 3-5 бежим. Пульпик 5. Играй 5-1. Девчонки, вы можете отправить на Луфедя. Девчонки, давай! Девчонки, давай! Девчонки, давай! Ну что, возобновляется игра «Звезда» в атаке после тайм-аута. Никитина, Осипова, Диченко. Задняя линия, Мурзалиева попыталась войти на позицию линейной второй, но передумала. И Диченко, здорово, трудовой мяч, красивый забивает Диченко. Ну а теперь отстоять. Дроздова, Богдашева, Шавман. Это задняя линия Губани. Панасовская голубь, края, и Трухина в линии. Шавман. Дроздова. Оставляет мяч Шавман. Та дальше в край, но тут мяч покидает площадку от гонболисток «Звезды». Шавман. И перехват нет. Везет здесь Кубани. Мяч от Климанцевой снова Шавман отлетает. Богдашева. Я, наверное, юбки им подарю длинные. Штаны, как в Айкидо. Да, да. Никитина. Опять штанга. Климанцева. Ну вот. Подбор остается за «Звездой». Забивает Климанцева. Панасовская попыталась. Мне вообще кажется, для Кубани сейчас актуально просто не торопиться, не играть быстрый центр. Время 100% играет на них. Все удачно складывается. Осталось меньше 7 минут. 5 мячей нужно «Звезде» отыгрывать. Но перехват Мурзалиева, Егорова, Никитина. 27-й мяч забивает Никитина. И еще один тайм-аут. Последний, по-моему. Последний, да. Берет Никита Голов. Шаналов Episode 2 Центрule other posso equip меня снова. Время 100 мяч. Не для меня Климана. Время, Венера. Время 100 мяча. Пямо 15 министов! Еще один номер! Климана, Callisto. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. 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 Завершается тайм-аут. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. Завершается тайм-аут. Завершается тайм-аут, взятый Кубани. Голец Шавман И под дальнюю штангу Не успевает туда сместиться Серафима Тиханова Последний тайм-аут Алексей Николаевич Гумянов берет Я думаю, что он Просто в шоке От своих подопечных Высказывает он Осиповой Неважно, команда проводит сегодняшний матч Я думаю, что Все зрители Надеялись совсем на другой гонбол Ну да, тем более, что с Кубани Звезда часто играет Здорово Но вот сегодня матч Не получается Игра вратарей И на двоих у вратарей Звезды 13% отраженных бросков И 25% у Кубани Эффективность бросков Меньше 60% у Звезды И почти 80% у Кубани Вот отсюда и разница в счете Ну и как не вспомнить 6 попаданий в штангу Без вратаря Звезда За 3 минуты до конца 30-34 Я считаю, что Очень много пропустили Да, без Никитина сейчас накуют Церковнюк Антонова, Осипова, Дьяченко Набегает И хороший бросок Но блок Здесь Срабатывает у Кубани Остается Звезда с мячом Мурзалиева Рискует она Шла на бросок Но не пускает ее Понасовская Что, отбирают мяч? Да, да Ничего себе А что случилось? Даже не заметил ее Перехват Случился от Шавман Вот так вот Вот Казалось бы, да Вот Моменты есть у Звезды Вроде бы Начинают чуть-чуть сокращать Отставание в счете И тут же провал Самое главное, что Кубань же дает играть Все, в пятером Атакует сейчас Звезда Дьяченко И Климанцева 7 метров Защита в площади ворот И две минуты У нас остается Да, конечно За две минуты Вряд ли пять мячей Звезда отыграет Егорова идет Исполнять 7 метровый Забивает 35-31 Ну а У Кубани задача простая Тянуть время И, кстати, Никита Голуб Да, а то хотел сказать Что и говорит Никита Голуб Просто остановитесь Спокойно Кубани до поднятой руки Надо играть То есть это где-то 30, а то и 40 секунд Но нет Быстро проводит Свою атаку На балистке Кубани А звезда посыпалась Просто посыпалась Ну, бывают и такие игры Их нужно пережить Здесь красиво забивает Мурзалиева Очень много мячей Мы с вами сегодня увидели Да, 68 Голов сегодня забито Это очень много Но вскоре нас ждет Еще одна, да Встреча с Кубани Это будет перенесенный Матч Мы два сыграли там, да Правильно И здесь Сыграем два Ну а ближайшие Два матча стыска Гурзалиева Семь метров Две минуты Да, 1 февраля Звезда в Москве С ССК И девятого дома Тоже с ССК Вот такой Двойной Персонально Приняли решение Прихватить За 30 секунд До конца Матча Пас назад В артарю Потеря Нет А это не Нет Опять пас Атака И все-таки Доводят С мяч До Голуб Бросок в артаря Как могла Голуб Мешала И С последней атаки Михайлю Все-таки Отражает Бросок 36-33 Кубань Одерживает победу Над звездой И Да Нужны были очки Звезде Чтобы оторваться От Кубани Но Кубань Набирает 2 очка В итоге У них сейчас Таблицы 5 И До минимума Сокращает Отставание От звезды В таблицах В таблицах